Мы еще в одном хозяйстве в Луганской области, это граффилма Соснова. Я всегда думал, что Луганская область это степень, но вот сколько мы ехали, постоянно леса, леса, леса. И не случайно название Соснова, да? Да, долго думали, какое название вокруг Соснова. И руководят этим предприятием отец и сын Гавриновы. Анатолий Евгеньевич и Евгений Анатольевич. Нормально, да? Это кто у вас, это в честь деда, да? Идет блажение, да? Род. И что меня больше всего удивило, мы начали с чаепития вот эти цветы на кухне. Я увидел цветы на подоконнике, цветы на кухне. Вот это, наверное, какой-то стиль, который... Вот если есть в хозяйстве какой-то стиль, вот видим во всем. Мы еще не были некие, да? Мы же не были? Нет, ничего. Но я чувствую, здесь есть определенный уровень, определенный стиль хозяйствования. И мне уже интересно, как вам удается вот сделать тогда все красиво. Сделаем все, что для души хочется. Да. Как-то... Хочется по-современному просто уже обустроить рабочие места, чтобы людям было комфортно работать. Чтобы, ну, приезжают же гости все-таки там, как-то общаемся, чтобы... Ну, для себя, конечно, тоже немаловажно. Самому тоже хочется дойти, чтобы было приятно. Да, приятно. И чтобы вас радовалося, да? Да, да. А это сложно поддерживать вот такой вот порядок? Нелегко. Да? Нелегко. Сам бы не справился. Только... Все вместе. Дружный коллектив, да. И вот видя все это, я уже не удивляюсь, почему вас заинтересовала технология нового тела. И все-таки, почему? Причин можно перечислять, наверное, с десяток или больше. Самое главное, наверное, что интересно, необычно. При традиционке ты знаешь, чего ожидать. А тут, как бы, ты видишь потенциалы раскрывания новых возможностей и растений, и себя, и земли, и всего. И что-то хочется оставить на будущее. Когда видишь, что земля из года в год, она, как бы, более живая, более становится активная. А как вам, если говорить о будущем, как вам удалось и сына ввести в эту тему? Это же не так просто сейчас молодежь доинтересовать. Я никогда никого не заставлял своих детей. У меня принцип такой, из-под палки никогда. И только, если есть желание, работаешь. Нет желания, то что, если будешь против желания, ничего не получится никогда. Просто сельское хозяйство сейчас набирает все больше популярности. И сюда входит также, как и современная молодежь, да, там IT-специальности тоже, разработка всяких программ. Вот эти там же контроля, высева, всего-всего. Ну, тут тоже перечислять много, очень много всего. И также много потенциал просто виден, как вот установить там те же трекеры на технику, да. Интересно, интересно. Старое поколение, оно не видит в этом пользы. А у вас уже это есть? Да, есть. Ну, вот видим карту, видим наши поля. Вот это выделено на зеленом, да? Да, да, да. Видим технику на карте. В реальном времени все это идет, да? Да, она сейчас стоит у нас здесь. На территории. А как вот связь происходит? Это онлайн через сим-карточку в технике стоит GPL, ну, GPL-стрекер. И передает сигнал через сим-карточку сюда. Ну, и когда вот техника выезжает, вот это, я так понял, за сегодня вот она ехала. Там маршрут есть, да? Да, да, маршрут рисует. И вот на поле, где посеян подсолнух, вот она. А что там, какая операция проходила? Уборка. Уборка, да? Видно, где остановки, вот это стопы, да? Да, стопы видно, вот с какой скоростью, если наметить, 5 км в час уборка. Это Джон Дир. Да, 1770 СТС. И кто сидит в нем, видно, да? В каждой точке нарисует, вот New Holland убирал 4 км в час. Ага. Ага. Вот 4. А, да, где меняются какие-то показатели? Да, 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 да. Также за любой период можно выбрать, к примеру, New Holland, сделать отчет. Что он сделал за неделю, да? За неделю, да. Мы видим. И можно сравнивать, да, вот, как работают те или иные агрегаты, да? Да, да. А что основное, вот, что вам помогает? Это адресовка, где техника, вот, мы, допустим, вот, она сегодня убирала, да, мы можем взять площадь, посчитать, поставить, поставить точку. То есть вы уже знаете, сколько они убрали? Да, сколько, сколько, ну, 20 гектар можно собрать. А сколько собрали? Есть информация? На технике, ну, это, да, да, нужно идти и смотреть на самом комбайне, сколько... А что это за программа? Это... Виалон. Это бесплатная программа? Нет, мы за неё... Это киевская программа, по-моему, 100 миллионов за единицу, да? Да, ну, мы платим за обслуживание именно вот этих GPRS-трекеров. Там же сим-карточки, да? Ага. 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 Ну, удобно она вот работать? Ну, нам, конечно, да. Угу. Это в основном иметь информацию подробную о том, как техника работает, да? Да. Также контроль топлива. Угу. Ну, это первый шаг. Я думаю, также вы, наверное, следите за развитием растений, да, на полях? Да. Да. Тоже используем одну бесплатную программу, и там вот эти NDI снимки. Тоже пытаемся... Отслеживать. Учимся, да. Отслеживаем. Да. Ну, это вот уже, наверное, веяние времени, да? Когда... Это интересно, когда уже используются эти технологии. Видишь снимок, видишь где-то на карте какое-то пятно, да? Да. Едешь в поле, смотришь, да. Действительно, там вот что-то, что-то не так. Ну, извините, и на бумаге тоже, я вижу, рисуете схемы, да? Да. Это еще... Это больше папина, а молодежь не хотеет больше к компьютеру, да? Да. Есть метеостанции, вот поставили на вышке. Ага, информация, да. Ну, что там, да? Как там с осадками идет у вас обстоит в этом году? Два месяца никак. Да? Ниже... Ниже, ниже. Да? Зимней влаги вообще не было. А в среднем многолетии вот количество осадков у вас обычно? Ну, около 300, наверное. Да. 280, наверное. Это ваша мастерская, да? Типа ремонта. Это был автогараж, но пришлось его временно всю технику убрать. То семенной материал, то удобрения. То есть это у вас склад такой, да? Вот. Ну, временно. На осень сюда техника заедет. Угу. Это все высеется, уберется. Да. Натравили уже. Я ее сразу... Мы уже знаем, какой вы сорт сеете. Я уже сразу ее протравил. Да? Это уже готовое, да? Да, да. Она движется. Уже поправлено, все готово. Все готово. Вы еще посеем не начинали? Начинали. Уже ее, да? Сухую почву сеете, да? Ну, по нуту посею пора всю сухую, да. Угу. Ну, раньше были с 25 августа оптимальные. А сейчас они, наверное, с 25 сентября оптимальные. Да, и то влаги нету. И то влаги нету. А с другой стороны ждать, а потом, может, обрушится дождь и не зайдешь. А потом можешь не влезть. Надо, я такой сторонник посеял, дождик пошел, но потом будет, я сроком посева сроки дождя. Это кто? В моем лице. Там и что? Да. Что это... Восьмого я вижу. Вы универсал. Да. То есть все необходимое у вас есть такое, да? Анатолий, ты на компании, я слышал, работаешь? Да. На каком из них? На обоих? А чем это вызвало? Тебе нравится эта работа, эта компания? Или у вас не хватает комбайнеров? Ну, я думаю, для сельского хозяйства это такая проблема, когда не хватает сейчас механизаторов. Ну, вообще и интересно, и приходится. Это два в одном, да? Да. В то же время, если где-то механизатор не может, можно подменить, да? Да, когда обед в поле привозится, чтобы не останавливать порту. Вы подменяете, да? Чтобы комбайн не останавливался. Ну, это уже такая практика, я вам скажу, где люди думают о том, как рационально использовать, то во время обеда теника обычно не стоит. У вас так же, да? Да, 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 стараемся. И вы тоже? Конечно. Не только за токарным станком, да? Конечно. А вообще, мне такое впечатление, что это новая генерация идет сейчас с аграрием, которые могут, универсальные. Сейчас не только работники и универсальные ценятся, но и... Так не надо, сейчас сидя в кабинете, если больший холдинг может, если у него там и управляющих, и бригадиров, там... И кладовщиков, да? Да, да, там может такое себе позволить. А если ты небольшое хозяйство, только так, по-другому никак. Кавели Сагра, Ника шестая. Это вы с нее начинали наутилф? Какого она года? Где-то на табличке надо глянуть. 5-6, она отработала. Что можете сказать о ней? Нормальная, надежная северка за свои деньги. А у нее... В том году мы еще оставили один диск старый, один поставили новый. И они получились по высоте первого. Мало того, что смещены еще по высоте. Получается, что она нормально прорезала. Каток идет сразу за ним, да? Да. Здесь удобрение и семинар, да? Удобрение и семинар. В начале как? Не сразу? С небольшой площади? Ну да, потихоньку. Пробовали 100-200 гектар. Потом минимальная деобработка. От плугов отказались сначала, перешли на глубокорыхлители один на второй. А в этом году уже решили все полностью отказаться от этого. Это на какой год после начала перехода на утил вы поняли, что уже 100% может? Ну, третий год, наверное. Третий год и уже стало понятно, да? Да, да, да. Уже сравнивать нечего, да? Нет. Какой трактор таскал? Она идет как полуприцепная. Сначала ее таскал 12-21. Там тележка есть под ней, спереди тележка. Транспортное положение, да? Последние два года мы ее навешивали на навеску трактора на джандир. Просто навесной вариант. А на какой трактор навешивали? На джандир. Не подкидывало его? Нет, нет. То есть его веса хватает, да? И производительность сразу в два раза увеличивается. За счет? Полуприцепной пока развернешься. Трактор 130 лошадей. А там трактор 200 лошадей, навесной вариант. С автотреком. Все трактора с автотреком. Есть смысл? Конечно. Это и производительность, это и удобство, да? Это экономия ГСМ, экономия посевного материала, экономия времени, выработка. Механизатор сидит, читает газету за рулем. И сейчас, наверное, если что-то там не работает, все, он уже не может работать. Он просто смотрит, наблюдает за работой агрегата и смотрит, что трактор едет сам. Очень удобно. Да, ну это весной этого года приобрели посевной комплекс. Это вы уже пришел на смену Нике, да? Да, да. Отсеяли весняную посевную. Ну там немного есть авиалс, что мы еще не усеяли. Подсолнечник. А сколько ширина захвата? Семьдесят. И под какой трактор это? Двести лошадь. Ну и как первые впечатления от работы? Ну я долго выбирал, долго смотрел, долго пересматривал все материалы. Ну что я хотел, то я получил. А почему вот именно остановили выбор на этой селке? Цена качественная. Она дешевле любого импортного аналога. Плюс компенсация. Есть программа удешевая? Да, по такой цене не возьмешь посевной комплекс. Ага. И что вот вы? Возможности регулировок много. Каждое отдельное усилие и прикатки, и глубина, и параллелограмма большой. Сколько вы за день им сеете? В день? Ну подсолнечника 70-75 гектар. Вы подсолнечник сеете? С простым способом, да? Ну как? Не хуже. Сейчас еще не убирали. А у вас есть и точно выселок? Да. Ну у нас есть 12-ти рядного. А, вот это точно выселок, да? Да, да. Сеяли. Опасались же как-то все 100% в этой посеять. Ну пока разницы я не вижу. Может даже лучше опять эти комплексы. Вы через ряд сеяли? И через ряд, и каждый ряд, и так и так пробовали. И пшеницу в этом году сеяли 19-38, и на 38, и на 19, и разными нормами. То есть вы тоже экспериментируете? Ну конечно. Насмотрится аж видео разных, и надо себе попробовать. Ну какие результаты? Ширкорядные посевы и узкорядные. Пшеница в том году мы сеяли еще никой через ряд. У нее там междурядие 15. Через ряд получилось 30. И сеял ее где-то на килограмм 80. Где-то 2 миллиона на 30. И там зерно и третий класс, и крупней, и выполненней. А урожайность даже на 2 центнера выше, чем те же самые 80 килограмм в каждый ряд. Через 15. Так что смысл есть. Правда по такой засухе не знаю, как еще понижать нормы. Когда пойдет дождь, когда она взойдет. Ну да. А сейчас вы сколько сеете? Ну начинали одно поле, посеяли 2 миллиона. Второе поле посеяли, наверное, 2 и 3. А по подсолнуху уже я сеял 3 миллиона. Вы сеете круглосуточно или? Нет, нет, не круглосуточно. Она на 50 га 60 закрывает в день. Не этого достаточно. 600 га это 10 дней посевной. Это нормально. Спокойно делаете, да? Понятно. Сутками это надо что-то остальное остановить. Запускать сею сутки. Ну да, да. Это очень напряженно, конечно. Это если не будем успевать по срокам, тогда уже. Пока меня устраивает все. Пока, да. Тут вопросов нету. По палке подсолнуха все проходит. Тут единственная проводка бывает. Цепляет? Да, тут провода есть. Надо защищать вот это. Датчики там надо. Надо болеять. Технические вопросы. Это мы и сами решаем. А трактор? Вы сказали, да? Сколько? А трактор 200 лошадей. Ну, 240 номинал у него. Справляется? Да, да. Легко. Он идет с нагрузкой 60-70%. И вижу у Вас все новые приспи. Да? По программе в этом году приспнули. по программе взяли в кредит трактор вместе с опрыскивателем комплект взяли ну что за программа немецко-украинский фонд гасит половину суммы стоимости техники а для кого это программа программа для ваганско-донецкой области части этих областей подконтрольной украины выгодный вариант почитали подумали посчитали хотя начинали брать курс был евро наверное 26 пока взяли кредит курс стал 32 все равно даже с этой разницей все равно осталось как вам впечатление по твоему уже поработали конечно где-то другой уровень конечно что именно вы взяли и в этой программе и трактор я присылал а то сколько лошадей здесь вот как раз он под него да вот мне нужно скорость бывают и 15 километров час и 18 километров час но не могу не спросить сколько литров вы сейчас рабочего раствора 30 так все 30 бочка 32 куба выехал за 45 часов 100 гектар никаких ночных смен никаких подвозов воды на базе заправился в 7 часов вечера по ней хватает на до 9 10 вечера он уже 100 гектар сделал приехал не успеваем едем утром и вечером в основном по вечерам выехал 30 лет фунгициды все подряд все работают почвенники работают и ты почвенник в том числе 30 литров нормально все работают что еще в этом вопрос интересно мировой лидер производства опрыскиватели это берту французы они как бы они сами себе рекламу уже сделали давно они выпускают они именно фирма специализируются только на опрыскивателях так что там плохого не должно быть единственная взял опцию широкую резину то что смысл трактор на широкая резина опрыскиватель все ставят на ту резину чтобы по буряку ездить смысл они это ставить на опрыскиватель а так он меньше весной и раньше уеду отработали уже тысячи две гектар ну еще новую еще ничего не ломалась давай пока очень мощная штанга там какой-то свой запатентованный механизм стабилизации подрессуренная ось тоже запатентована по любой неровности в тракторе уже механизатору сидеть невозможно опрыскиватель идет не шалахнется стабилизация очень хорошие штанги и штанги стабилизации и ось еще подрессорен а ось как подрессорена а вот это и она получается ход у нее она не раскачивается ну как в автомобиле подрессорена где-то 300 миллиметров а это что идет привод привод от колеса насос вот этот насос то есть от колеса он быстрее поехал он больше дает медленно вот выставил здесь норма вылива 30 литров стоит вот вот это 200 литра 250 150 150 у нас стоит от 30 литров вот выставил по шкале и не зависит нет механизатора до нет скорости быстрее едешь больше льет меньше едешь меньше льет автотрек все здесь как есть джентльменский набор есть с тракторе на вижу он у вас как новый чистый вы его после работы моете наверно до технику стараемся смену отработала механизатор приводил порядок тоже смотрю селка как будто бы с выставки пришла это тоже вот с поля пришла мыть не может обдуть помазать но как будто помыто так выглядит ну еще она вы еще не закончили посев до или уже закончили 200 посеяли в планах 600 а сейчас что пауза мы пока пауза еще и площадей подсолнух и подальше сейвы идет по подсолнуху после уборки да еще площадя сейчас убираем подсолнух и хочется ждать дождаться хоть какой-то влаги не так рисковать сильно обычная сейвы коджендир 7000 12 рядковая это даже не не тоже не для нуля да брали бы в компании кировоградской агрокар ребята с америки привезли восстановили она без резаков тоже да и как идет заходит почву никаких проблем то есть резак и не нужно а я смотрю у вас разные тоже вы экспериментируете с разными это мы еще приказываетесь на виге нашли пробовали да разные и какой вам больше всего нравится и вы ставите на одну сторону такой надо чтобы такой тот больше придали тут больше вот это я второе плохо это просто ребята потеряли уже потеряли а вот такой вот это звездочки если осталось родное а но родной налипает на эти не налипает это звездочка обрушивает кромку да но она не рыхлит она просто подделала такие как уколы до укола самолучшего то колеса она придавливает и я смотрю здесь уже со спицами колеса это вы сделали они подготовлены в этом году я перестраховался поставил по две пружины еще добавил для чего ну для давления большего давления и это дало это для удобрения сухие ну и тем не менее вы уже сели подсолнечник и страшным способом да да и сплошным сеяли 50 на 50 в этой весной сели 50 процентов посеяла это селка 50 процентов это что у нас выглядит лучше чтобы очень нравится только эта сеялка в смену сеет с удобрениями 30-35 гектаров посевной комплекс 70 по урожайности на мешков кушать расскажите пони что то я смотрю какая-то конструкция такая необычно а как подъезжает самосвал вот задом да а он отцеплен до его никто не держит а потом подъезжает трактор да никакого он сам едет а привод привод электрический у него уже то есть уже трактор не нужно что отличное решение низкая загрузка это кабель да и это 220 или 380 и все не надо не трактор очень интересное решение и вам не надо теперь такой верхней разгрузки шнеков там здорово то есть это тоже не стоит на месте вот эта технология укладки в мешки да да бункера перегрузчика не хватает и начинают играться тут монету засыпать то еще чем-то браво завод кабзаренко вот такой двигатель а вот когда он будет высыпать машина должна отъезжать потихонечку поступления кто-то должен не пробовали как это будет вылить но интересно где-то так да да это вот так он работает лебедка а графирма сосновая окружает вокруг сосны но я могу вам не задать вопрос это раздаю всем а сего все-таки что у него есть толчком для перехода на технологию наутил может любопытство может даже я человек любопытный всегда мне интересно что-то новое пробовать погодные условия дефицит кадров это джентльменский набор для всех ответов я могу тоже его повторить комплекс комплекс да конечно это всегда не что-то одно это всегда критическая масса нарастает проблем хочется ты понимаешь и ты будешь меньше влаживать пусть чуть-чуть меньше и получать марка будет оставаться может чуть-чуть меньше а может и на том уровне ваше стало меньше пока не почувствовал чудо все сразу когда вряд будет приходить почему-то бить и не у вас не настроен то что больше соседнем хозяйстве лет 15-20 были такие тоже опытные такие люди пробовали но у них что-то ничего не получит их получилось меньше них не получилось все зарасталось теперь все приводят их в пример да вот видите да ну да получилось это было давно уже это я помню сомнения были сомнения человек оси не сомневается значит он ничего не делает сомневаться надо всегда в самом деле ничего нового всегда и во всем да пять лет уже на работаете как сделали первый шаг на нового тела да если у вас какой-то вопрос на который вы до сих пор не нашли ответа в титану и новую телу да нет уже столько информации уже как бы во всем разобрался как бы как бы вопросы есть всегда просто каждый год вылазит новые вопросы каждый год он не похож на предыдущий год и вопросы будут всегда даже в самого опытного и продвинутого вопросы в улице это для того и надо там посоветовался что-то спросил что-то у тебя получилось поделился с другими то что получится у кого-то на одних землях на наших землях абсолютно не получится друзья а у вас есть вопросы которые со временем телефон наутил вам не удалось решить пишите в комментариях и будем вместе искать ответы края села а дальше а дальше Замбир, рядковая свелка. Тут два гибрида. Здесь это Аркадия Сингента под Гранд Стар. Но мы тут не работали. Это Пионер 66-й. Тоже не работали ничем? Не работали. Ну, Пионер это классический гибрид. Перед поселом была тут обработка глифосатом. И сел здесь был без удобрения, без ничего. После пшеницы. А какой нормой вы здесь сеете? Сеем мы в основном 50 тысяч. Удобрения что-то даете? Есть удобрения, даю по 100 килограмм. Они работают на следующий год под зерновые. А что даете? В основном аммофос. От нитраммофоса уже ушел, что нам калий не нужен. Сделали анализ почвы, калий не нужен. В этом году купил диаммоний фосфат. Пробуем разу. Марокканский в том году аммофос был. Вроде бы ничего, растворился, сработал. А зимы сейте? А зимы тоже со сложными. И тоже 100 килограмм? Да, да. Ну не 100. В этом году сейчас 80 поставили. Ну стараюсь, если позволяет, по возможности даю по 100 килограмм. Что вот вы уже начинали убрать под сочек? Что в этом году? Сказалось засуха? Да, ну как вообще в округе говорят, Троицкий район, там вообще по 8 центнеров убирают. Сватово мы убрали Аркадию первое поле 10. Пионер 66, такое вот, второе поле. Рядом поля он поживее 19 центнеров дал. Все впереди еще, да? Да, да. Еще вся уборка впереди, только начали. 4 дня назад он был весь вот такой, по-моему, такой. Вот за последние 2-3 дня вот ветряная запуска вот эта. Ну он бы еще вегетировал, еще к неделе 2-3. Я вам говорю, вот там тоже у меня 2 комбайна убирают. Вот полоска отчеса, полоска там. Вот здесь был отчес, да? Ведет на отчесе, уже видно, что отчес. И уже другие совершенно. То есть отчес рулит? Наверное, да. В случае по подсочкам. А может эта сеялка Турбосэм рулит. То, что обсеяна Турбосэма. Андрей, как ты думаешь, что это? У нас, мы сами практикуем посев Турбосэмом подсолнечника. Сейчас вообще переходим полностью на сплошной высев подсолнечника. А как ты думаешь, что в этом случае сыграло доминирующую роль? Что здесь ляпка больше? Очесывающая жадка или сеялка Турбосэм? Я думаю, то и другое. Но при посеве, при сплошном посеве, самое главное добиться количества семян на какую-то площадь. На гектар. Та же самая сеялка, та же самая семена, только здесь вот задискованные края. Нету подсолнечника остатков, да? Все полопалось. Отходим пять метров, сразу фон зеленый. То, что есть. Различие заметно, да? Да. Здесь был нут, посеяли 19 через 38, 2 миллиона. Зыск одесский и сольский. Был посеянный ныждурядем 38. Убрали, урожай нас 12. Посеяли в сухую землю Турбосэм 19 через 38. Зыск одесскую пшеницу с ножной 2 миллиона. Когда сеяли, давно? Сеяли. Да какая разница, давно все равно лежит. Неделю назад, наверное, да. Смотрим. А может она уже там наклюнулась? Да нет, не с чего. Ни с чего, да? Ни с чего, да. А здесь вы работали, какую-то подготовку делали по защите растения, глифосатом? Глифосатом я нут там сделал. А, все. И тут уже никаких сорняков нету, да? Нет смысла просто? Еще если будет какая-то проблема, осенью гербицидом с работой, по всходам ничего. Ну давайте посмотрим, как она посеяла. Я даже поднимался шнурки его. Андрюха, сколько я тут танцевал возле нее, схему рисовал. А потом эти заглушки пихал. Главное, чтоб же получилось на развороте стыковой тоже, чтоб боссеял, а с той стороны разобрались. Ну давайте посмотрим. Давай. Ну я тут сел на втором, на втором гелете. А на какую глубину вы ставили? Ну пытался вообще 2 см. Помельче, да? Да. Да. Потом я уже заглубила, чтоб вы сидели. Заглубили. Сколько? Давайте сколько вы хотели, чтобы мы получили. Посмотрим. Удобрение я уже вижу. Я уже выкупал. Нормально? Так и хотели. Сантиметра от 2 до 3, да. Сантиметра от 2 до 3, да. Сантиметра от 2 до 3, да. Смотрите, а вот уже появляются, видно семена? Удобрение. Удобрение. Ну у нас 2, ну 3 сантиметра. То есть ту задачу, которую вы себе ставили, да? Да, да. Вы ее получили, да? Смотрим еще вариант. Во-первых, смотрите, салоном как будто бы много, да? Посмотрим, где прорезала она или нет. Андрей, как ты считаешь? Я уверен. Похвально. Тут уже это может пустой, потому что я не нашел. Она 19 через 38. А, 19 через 38. А, через 1. То есть вы тут тоже экспериментируете? Да, да, да. Вот она. 19-30. Мне нравится больше, когда неглубоко посеяно. Мы не теряем энергию. Вот видите, хорошо она прорезала. Притом, что видите, Саломон. Мы не теряем энергию потом на всходы. Конечно, земля, я вам скажу, друзья, ну сухая, сухая. Видите, звенит. Ну, тем не менее, я думаю, это очень правильно. Неглубоко. Потому что даже небольшой дождь. Некоторые боятся провокации. Но тут уже температуры не такие. Это риски. Да, я думаю, что можно получить провокацию, а потом опять можно получить, а можно и не дождаться. Да, да, где страшно. Уже влага должна. Да, и температура уже все равно будет падать. Как вы находите? Отлично. А что скажет, когда были клиент? Спасибо вам за довольный. Делали десекацию нуту старым опрыскателем, что Богослав. Ночью поехал, вечером механизатор. Сделал, обошел вокруг. Сделал пол поля. У него тут нагнала пеной полный бак. И после второго поля пришлось его на ту неделю переделать тоже. И сработал в Лихославе. Вот эти все нюансы, человеческий фактор тоже надо. А это ваша кукурузка? Это ваша кукурузка. По подсолнечнику без обработки. Какие гибриды сейте? Уксерена. Прошлогодние семена оставались там. Лемогрен какой-то, не помню. Вот он посеренный сверху. Делитоп. Сюда вниз паром 133 Украинский. Здесь край поля. Оставался снуда гербицид Мерлин в опрыскивателе. Я дал команду, здесь прошел один проход Мерлином. И вот такую чистоту мы получаем после Мерлина. На страховым гербицидам еще работали? Да, было. Это обдисковка здесь на краю была? Да, около по краю. Это вот такие у вас трещины здесь, да? Да. Обсевлено грейном. Здесь уже наутил, да? Да, это скорее всего. Это у вас небольшой, да? Ну, небольшой. Влаги ему не хватило? Для наших условий. Ну, есть и большие. Есть и большие. Есть разные. Есть средние. Это мы на Обсеве идем, да? Да. Есть больше, да. Это Обсево. Это другой какой-то гибрид, да? Да. Это украинский рам 133. Ну, по этому году, если у людей в Айфуне завязалось. Тут предшественник подсолнечник, да? Да. Тоже вижу трещины, потому что остатков мало. Да. Тем не менее. Есть с того края поля там чуть выше. С этого чуть похуже. Ну, что-то мы... Почти-то, может, сентябрь 30-35. Ну, этот год пожёстче, да, получился? Этот год вообще жёсткий по влаге. А в прошлом году что дало уроженец кукурузы? В прошлом году 55. 55, да. Ну, тот год... В прошлом году были дожди, подсолнески, кукуруза. Вот всех были. Любые гибриды. Далее. В этом году рядом хозяйство, которое пахали, внесли много затрат. Даже хуже выглядели. Намного хуже. А какие культуры вы выращиваете? Пшеница. Ячмень. Овёс. Проса. Нут. Третий год. Пытаемся. Рапс. В этом году было одно поле. Какой сам оборот? Какая очерёдность этих культур у вас? Ну, как у всех, в основном пшеница подсолнечным. Катать пшеницу. Ну, пытаюсь вводить. Я уже понял, что надо жито в этом году купил. Хочу по пескам посеять два года подряд жито, нарастить растительные остатки, а потом уже... Капацунчик возвращается на... Через сколько? На то же место. Да, через год в основном возвращается. Ну, надо подумать о себе обороте вам. Думаем. Не получается экономики. Здесь после рапса турбосемом посеяна пшеница с нормой 2 миллиона. Междуряди 19. 80 килограмм диамоний и фосфат. Видите? Не видно даже вот. Осталось все наверху, последние остатки. Смотрю, у вас даже березовые лесополосы, да? Да, и они сохнут на памяти даже старожил. Не хватает влаги? Да, да. Еще не было морозов, а клен березов уже сбрасывало 200. И был произведен сеу пшеницы, с нормой высила 3 миллиона, сеялкой турбосем. Прям по палке подсолнуха, по стоячей амброзии. У вас вон был заросший амброзий, да? Да, да, да. Будем смотреть, это типа эксперимент. И вы не работали даже здесь глифосатом, да? А смысл? Амброзия уже закончила свою вегетацию. Как пришла такая идея? По совету друзей. А вы хотели вначале что, ее скосить или что? Я хотел пройти мульчаровщиком, это все хотя бы скосить, убрать. То есть тут она довольно такая, ее немало, да? И что вам посоветовали? Посоветовали просто посеять, так как амброзия конкуренции не составит уже, так как она закончила свою вегетацию. А как снегозадержание, она может даже еще пользу зимой даст. И что вы замечаете, вот прошел посев? Да, сеялка посеяла, сеялка справилась, сверху семян нету. Выставили глубину 2-3 сантиметра, она выдержала идеально. После посева буквально на второй день вот она засохла, не засохла, порыжела. Она даже семена, даже видно, они осыпаются, она может даже не нальет и не кинет семена. То есть она была еще до посева зеленая здесь? Она тут зеленый ковер стоял. После посева на второй день она поменяла цвет, порыжела и все. Или от недостатка влаги, или от прохода сеялки. Может от того и от другого. Вы раньше никогда не пробовали? Нет, конечно неправильно, я понимаю, что так не должно быть. Надо сеять хорошую, красивую, черную землю. Мы идем другим путем. Мы не ищем легких путей. А кто вам такой совет дал? Совет дал Эдуард Романьков с Агросоюза. Я позвонил, спросил... Очень нестандартный подход. Да. Я позвонил, спросил, скосить, не скосить. Мультировщикам зайти, может хотя бы катком рыбачим пройти, положить. Посоветовал, говорит, попробуй посеять. Площадь небольшая, ради эксперимента попробовали так. Конечно нельзя допускать таких бурянов по полям. Но этот год нестандартный во всем. И в осадках, и в сорняках, и во всем. И подходы должны быть нестандартные, да? Интересно, какая судьба этого будет поля. Как здесь будут развиваться события. Нестандартный год, нестандартные подходы. Если бы мне кто-то сказал, что вот так можно сеять амброзию. Конечно, это не пример для подражания, когда вот так поле с амброзией. Я даже думал, надо ли это показывать. Но думаю, на такие случаи надо тоже показывать, которые немножко выходят даже за рамки. Но, наверное, в такие годы надо принимать нестандартные решения. На этом разрешите поблагодарить за очень интересный у нас сегодня получился день. И я скажу, что редко приходится удивляться. Но сегодня вы несколько раз меня удивили. И в том числе вот на этом поле. Я думаю, конечно, здесь напрашивается как будто бы стандартное решение. Но нестандартный подход, наверное, может дать более сильные последствия, чем в обычных населиях. Возможно, да. Ждем от вас сообщений. Продолжение следует. Да. Продолжаем наблюдать. Может, у кого-то тоже были такие случаи? И что вы делали? Интересно? Пишите комментарии. До новых встреч!